Всем привет, смеемся, уже полчаса Женя рассказывает, свои эмоции передает со вчерашней дискотеки, как это, чайка на пляже, мы сходили туда. Это не чайка на пляже, это силиконовая долина была. Это что, что там собрались айтишники? Там вчера было столько силикона, сколько я в жизни в своей не видела. Ну да, девчонок было много, таких прям симпатичных. Симпатичных. Женька не могла пройти мимо. Мне кажется, этот силикон у них уже из ушей вот так вылазил. А британцы, это вообще прям было сильно видно. Ну, тем не менее, весело сходили. Мы, кстати, скромно там посидели практически, мы ничего не заказали. Два коктейля мы заказали. Ну, сначала один при входе пришли. Кстати, вот этот первый мне не понравился. И потом второй какой-то кокосовый, да, второй был получше, но там был 70% льда. Короче, 590-м сто. Короче, я закончу. В итоге мы купили потом еще один коктейль. Нас уже за столик посадили после некоторого там выяснения ситуации. Дали нам столик, посадили за столик. Купили мы шашлык. Женя заказала и коктейль, и минеральную воду, что главное. Женя говорит, принесите мне простую минеральную воду, бутылочку. И принесли. Потом, когда нам выдали чек, оказалось, что минеральная вода. Ну, а 590 стоит коктейль. Шашлык что-то тоже около 600, по-моему, да? Да, да, 610. И минералочка. 0,5-700 рублей. Ребята, выйдем на балкон, и я вам покажу снова вид. Уже второго дня. Но сразу скажу, я надел толстовку, потому что очень сильно похолодало. Сейчас примерно плюс 4 градуса. Ветер сильный. Я, наверное, сюда в угол стану, где его поменьше. И вам покажу вид. Все равно солнышко сегодня, очень приятная погода. Ну, и посмотрите, как сейчас все выглядит. И, кстати, на море стоит две баржи. Вот такая сегодня погодка. Красота. Это рай. Очень видовой у нас балкончик, номерок. А вот две баржи, о которых я говорил. Стоят. Давайте посмотрим. Вот эту одну максимально близко, на что это возможно. Вот. Весь зум, к сожалению, 20-ти кратный. Очень прохладно, поэтому я возвращаюсь в номерок. Тут, кстати, у нас уже стрим идет, вид. Женя наносит мейкап, чтобы быть красивой. Ты знаешь, ты открыл дверь, а вы там. И очень сильно там гудело все. Сквознячок. Ну, а в целом номер хорошенький. Я уже об этом неоднократно говорил. Мы сейчас легко позавтракали. Женька красится. Одеваемся и выходим уже на улицу. Пойдем поищем какой-нибудь кафе, где можно будет вкусненько отобедать. После чего погуляем еще. И на вечер у нас будет сеанс IMAX. Качество. В кинотеатре «Сатурн» мы пойдем на фильм, как он называется, в общем, с Марком Уоломбергом. Там какое-то первое слово очень такое непростое. Так что, ребята, вас ждут приключения. Итак, мы вышли и пока ожидаем лифт. Я вышел на такой балкончик. У нас на 13 этаже тоже, ну, как бы, видовой, смотровой. Посмотрите, какая позади меня красотища. Это, друзья мои, Ялта. Вот панорама. Ощутите всю прелесть и красоту крымского города Ялта. Сейчас прохладненько, где-то плюс пять, плюс шесть. Ну, вы просто посмотрите на облака, которые нависают над этой грядой горной. Голубое-голубое небо. На столовках и дача я уже неоднократно в прошлый раз кушали. Это наш третий раз показали. То, что мне понравилось, это на столовую нас овощами с печеным котлом. То есть, как с сурочным соусом. Белый бельбан. Сейчас я вам снова покажу, вам уже покажу, но снова покажу. Потому что она выглядит нереально красиво и отлично. Вот как она выглядит блюдо. Ну, а у Женьки, конечно, то же самое. Ну, и салатик вот такой. Женька, ты голодная? Да. Давай покушаем. Давай, на тебе ножик. Вкусно покушали, и вот мы уже на Приморском пляже. Идем по этой части набережной. Здесь мы еще не ходили, не гуляли. Ну, здесь тоже симпатичные ребятки. Мне нравится, мы так ходим, отдыхаем. Непринужденная у нас такая прогулочка. Здорово, короче. Ялта есть Ялта. Реально есть на что посмотреть и приятно находиться. Видно, что сюда денежки вложены. Это вам не любой другой крымский город, который выглядит убито и сосково. Вот так выглядит, видите, симпатно. Стеклянные какие-то перила. Не перила, а, короче, ограждение. Здорово. Ох, ветер сильный. Потерпите, пожалуйста. Ничего я с этим поделать не могу. Я понял, что нужно купить здесь квартиру. Сейчас вот приедем домой, выберем себе объект недвижимости, какую-то квартирку прямо на первой линии. Вот, и останется найти деньги. Может быть, даже вот в этом здании. Вот здесь. Гуляем и наткнулись вот на такое препятствие. В ДДС. А точнее, вот на такой аллее из пальм, других деревьев, кстати, зеленых. Почему листву не сбросили, не знаю, не уточнял. И вот пройдемся по этой аллейке до конца и прогуляемся. Мне нравится. Правда, уже чувствую нос закладывать, поскольку сегодня такой прохладный ветер. Плюс 4, якобы, гугл говорит. Ну и, соответственно, прохладно. Вчера было плюс 14, сегодня вот так резко уже плюс 4. Ну, может быть, плюс 5. А за счет ветра ощущается еще прохладнее. Поэтому гуляем так. С комфортом, но хотелось бы, чтобы было потеплее. Пальма пустила новые ростки. Видите, какая она волосатая. Как небритая девушка. Но красивая. Интересно прогуливаться и видеть вот такие пальмы. И тут же рядом бамбук растет. Я вообще в какой стране, где я нахожусь? Похоже, это не Крым, не Ялта, а какие-то тропики. Тропический лес или тропический остров. Вот вам бамбук, пожалуйста. С листвой. Хорошее удилище получится. Я себе уже заприметил. Назад буду идти и, наверное, парочку себе срублю. Вышли в центр этого парка. И здесь вот такой вот бассейн. Короче, водоемчик искусственный. Прикольно. Продолжим путь вниз. Дальше там что-то, какие-то виды тоже открываются. Интересно гулять. Выглядит сверху это вот так. Спускаешься по лестницам и выходишь вот в такой парк. Короче, я уже стал обзорщиком крымских городов. Теперь мы находимся в Ялте. Сделаю вам великолепный обзор. Покажу то, что не показывают блогеры. Это будет великий обзор от Александра и моего помощника Евгения. Что вы прокомментировали? Помощницы. Ну, а как тебя назвать? Помощница. И здание, вы смотрите, какое высокое, симпатное. Современное. Шли мы, шли и зашли в тупик. Вот такое здесь какие-то лодочные гаражи. Но это не самое страшное, что тупик и не на что больше посмотреть. Важно, как мы сюда шли. Там вертикальный спуск. Но теперь нам нужно возвращаться и подниматься вверх по этой же вертикально отвесной дороге. Капец. Я уже представляю, как сейчас будет ноги болеть. И Женька будет плакать, зачем мы сюда пошли. Вот эта дорога, о которой я говорю. Вы видите, участок ее. И вот теперь еще столько же, даже метров, наверное, 150 вверх. Женька, как тебе идет? Мне тяжело. Да? Крепись еще немного осталось. Очень-очень тяжело. Забрели в какую-то историю, халепу. Вообще непонятно, что это за местность. Какая-то лестница, что-то какой-то ручей тут льется. Вот тут нам нужно идти. Но я думаю, все равно все пути выведут на набережную. Женька, поднимайся, поднимайся. Не смотри на меня, я тебя догоню. Я на что хотел обратить внимание. Смотрите, цветы желтые. Цветет какое-то растение. Вот вам и Ялта, вот вам и Крым, вот вам и февраль месяц. Что, Женька, как тебе гуляется? Пару ваших слов, комментов. Прекрасно, Саша, прекрасно. Ты знаешь, мне даже не холодно стало вдруг. Потому что здесь красивый пар. Ветра нет и деревья сдерживать, поэтому здесь комфортнее в этой части находиться. Остановите, Женя. Придется догонять. На верх нужно пройтись еще, Саша. Какой верх? Куда? Вот, вот, видишь? А что, ну идем, какая-то лестница ходит налево. Вы первая, и я сразу за вами. Что за лестница? Куда она ведет? Нам всегда попадаются какие-то лестницы. Ребята, вам слышно, как чайки кричат? Она расходится. Чаечка. Помните? Мопс. Дядя-пес или дядя-пес. Мопс. Как-то так его канал назывался. Ребята, кто знает, что это за растение? Я не знаю, что это. Что это такое? Что-что? Не знаю. А что это такое? Ро-тебе. Божорно. Божорно. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ро-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ро-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Итальянская или немецкая? Еще какое-то время у нас есть до начала сеанса в 1940. И мы такие вышли в какую-то такую локацию. И в фассаж. Что-то там московское. Торговый центр Москва. Ну, здесь так симпотно. Мне нравится реально. Здесь все такое чистенькое. Все в огнях. Интересно. Но мы сейчас найдем какую-нибудь кафешку. И наверняка присягим, посидим кофеек попьем. Точнее чай. Ну, и с какими-нибудь кренделечками. Спустились в какой-то страшный темный переход. Ни одной лампочки. Ужас. Вышли. Тут река шумит. Сейчас намного темнее, чем у вас в кадре. Камера осветляет. И идем в кафе. Хотим отведать чайку горячего с такими-нибудь, как я и говорил, кренделечками. И вышли мы прямо к кинотеатру Сатурн. Но я вижу вот здесь много очень справа огней. И там наверняка будет какая-нибудь кафешка. Я залипаю на такой мере. Там огромнейший выбор. Наверное, больше, ну, 10 точных сортов. Ну, там некоторые повторяются. Но очень красиво. 500 рублей. 500 рублей? А ты почем покупаешь? 250. Понятно. Ялта, здравствуйте. Короче, мы так чая не попили. Одежда, обувь. Я не сказал. Идем в торговый центр. Одежда, обувь нужно посмотреть. И вот мы здесь. Здесь есть аза. Чиканутца. Ее давным-давно в Симферополе закрыли. Еще в 12-м году. А здесь она есть. А я ее искала. Боже, как я счастлив, что здесь есть аза. Докладываю. Женя только вошла в эту азу, которая вам только что сообщила, что здесь, в Ялте, в торговом центре она есть. И ей сразу сказали заклинание. У нас распродажи. Какие-то там бирки особенные. И Женька сразу повелась на это. А где у вас распродажи? Везде, всего товара или в определенной категории. Где находится эта распродажа? Все, ей начали показывать, указывать руками. Я понял, что мы сейчас залюбнем, наверное, на час здесь. И пусть весь мир подождет. Это для Ботсмена. Ты что-нибудь выбрала или нет? А здесь ассортимент остался такие малышки. XSS-очки такие. Либо совсем большие размеры. L, L. Везде L. Ты думаешь, нам нужны такие подробности? Ты скажи, ты что-то выбрала себе или нет? Нет, я не выбрала. Потому что я же говорю, размеры вообще. Ну, как бы, если мои размеры, значит, что... Все понятно. Спасибо. До свидания. Итак, мы в кинотеатре. Осталось отстоять короткую очередь. Это нами буквально один человек. Сейчас возьмем билетик. Я вам покажу, сколько стоит. Вы просили, как-то в комментариях. Ну, и посидим еще 40 минут. Нам нужно ждать. После этого... Начнем социал. 19.40. Так, билеты куплены. Что там подъем? 1400 рублей. Короче, по 700 рублей билет. Это предпоследний ряд. Ну, как бы, подальше от экрана, чтобы прямо взор был шикарный. А что он говорит? Типа, уберите. Возле нас никого не будет. Там же социальная дистанция. А, вот. Ну, все нормально. Все, 1940. Через полчаса начинаем. Ну, народ подходит, кстати. Уже разобрана вся середина. Вот так разобрана. Человек, наверное, 50 уже мест куплено. Уже после того, как мы посмотрим, будем выходить. Я вам сделаю свой комментарий. Оставлю свое мнение. Сообщу вам свое мнение, если вам интересно по поводу этого фильма. Ну, и качество, конечно, вы понятятри Аймак. Пойду, подскажу Женьке, какой попкорн брать. А то она сейчас возьмет какой-нибудь невкусный попкорн подъедет. С карамелью. Я не очень люблю попкорн. Пойду на Женьке, какой попкорн. В чем прикол? Я вообще не занимался. Кушать в кинотеатрах. Нужно спешать фильм, а не кушать. Дай-ка мне ключик. Спасибо. Ну-ка. Нет. Все, ребята, закончили фильм. Мы выходим, и сейчас я вам расскажу свою реценду. Коротко, ребята, о том, что я думаю об этом фильме. Короче, ни на актеров, ни на предметы. Законы физики не действуют. А так, в принципе, приключенческий такой боевичок вроде как нормально. На один раз можно посмотреть. Что касается качества. Качество, короче, экран огроменный. Он широкий, высоченный. Качество картинки отличное. Прям контрастная такая, цветная, цветастая. Вообще офигенно. Мне понравилась эта картинка. Звук тоже неплохой. Громкий, качественный. Ну, можно было бы, конечно, чуть получше. Но, в принципе, нормально. Стерео, как все, звук вокруг. То есть ты погружаешься. И экран настолько большой. Такое ощущение, что ты в самом фильме находишься. Что называется у них? Там есть рекламный слоган типа «Погрузись в кино». Что-то такое. Ну, как бы, иногда такой эффект присутствует. Поэтому, ну, сам фильм по сюжету, я же говорю, много всего такого себе. Несовпадения, да? Такие вещи нереальные какие-то, да. Ну, в принципе, в духе Голливуда и где его там сняли. Вот. Ну, будем относиться к этому как к художественному кино и не более. Поэтому вот такое мое мнение. Тебе как понравилось? Ну, я не знаю. Мне кажется, мы счастливчики. Нам не везет. Уже второй фильм. Ну, какая-то для меня ерунда. Я не люблю такие боевики. Приключения нереальные. Не из жизни. Ну, извините. Ни порно, ни эротики. В таких кинотеатрах Аймакс не показывают. Это все, что вам нравится. Да, конечно. Ну, ты даешь. Мелодраму. Не, ну, какой-то закрученный сюжет. Я бы еще отметила один минус. Ты говоришь, звук вокруг. Там звук только был с правой стороны. С левой стороны почему-то его очень... Он либо очень тихо был. А теперь я тебе объясню почему. Потому что мы правее сидели, а не по центру. Нет. Вот когда ты по центру сидишь, тогда ты и левую часть акустики слышишь. Да, это именно поэтому. Не ломай голову. Я тоже сначала думал так, но потом понял, в чем дело. Ребята, на этом я заканчиваю свой влог. Обязательно, если видосик понравился, поддержи меня лайком. Поддержи меня комментарием. Ну, и если ты не подписался еще, то обязательно это сделай. Набирает это видео 10 лайков, 10 комментов. И сразу же я выкладываю новый влог. Откуда, уже не знаю. Поэтому давай, друг, пока. Субтитры сделал DimaTorzok